В Колумбии бушуют природные пожары. Страна не может своими силами справиться с возгораниями, которые зафиксированы в десятках районов. Президент страны распорядился запросить международную помощь, в том числе у ООН. В Чили бушуют природные пожары. В регионе Вальпараису наиболее пострадавшим от пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сильный снегопад обрушился на Синьцзян-Уйгурский, автономный район Китая. Из-за погодных условий приостановлено междугороднее и железнодорожное сообщение. Всего за 24 часа температура опустилась с 6 до минус 30 градусов Цельсия. Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции. Власти Турции назвали землетрясение катастрофой века. Число погибших при землетрясениях составило более 50 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Толчки ощущались и в Алматы. Люди были вынуждены покинуть свои дома. Ну естественно покинули, а ты что дома б сидела? Жители Германии переживают критический хаос, который не прекращается с декабря 2023 года. Снегопады, аномальное количество осадков и перепады температур привели к наводнениям. Почему мы отрицаем очевидное и делаем вид, что ничего не происходит? Оглянись вокруг. Климат меняется. Пришло время действовать. Делись этой информацией. Продолжение следует...